АПОШНЯ ПАДІЮ ОБЛАСТІ У МАТЫРЯЛАХ КОРРЫСПАНДЕНТА У ТАЛЕ РАДОЮ КАМПАНІЮ ГОМЕЛЬ У студии для вас прасуя Наталья Игнатенко. Вітаю вас, глядите у гэтым выпуску. Православные верники означают Радауницу. Для свободного наведывания открытые усе могилки у темлику в зоне отчужения и отцелення. У Гомелі пройшов региональный финал конкурсу предпримальницких идей, организованный бизнес-школы Института приватизации и менеджменту. Все лет тауим пройняли у дел 110 человек з усіх областных центров Беларуси. Больше, как 150 инвестиционных проектов будет представлено на 14-м Гомелевском экономическом форуме, який пройдет 19 мая. На Гомельщине пройшов областный конкурс театральных и лялечных коллективов «Театральное скрыжевание». Конкурс проводится у Гомельской области на протягу 20-ти годов. А зараз об гэтым и іншим. Больш подробязна. Сегодня у Беларуси означается «Радовница». На День памяти протков для свободного наведывания открытые усе могилки. У Тымлику – зоне отчужения и отселения. Олег Сенцеров побывал у Ветковским районе. Сегодня, наверное, тяжко уявить, что неколи тут находилась немаленькая веска бесить. Больше 20-х годов тут жили люди, а ли после Чернобырской катастрофы их отселили. Некий час тут заставались еще и так званые самоселы, а ли теперь и их уже нема. Правда, местовые могилки не закрыли, хавать тут можно и зараз. А вось для свободного наведывания на протягу года я не открытый. Всягоня, как еден, подчас «Радовницы». Здесь дедушка, бабушка, сестра бабушки, отец, ну, много родственников. Практически род отца отсюда, с Бесензи, Ветковского района, которой уже нет, к сожалению. Неогдя дича на то, что могилки знаходятся в зоне отчужения, тут постоянно потребуется парадок. Коли подчас «Радовницы» его наводят родные похованных, то весь остатный час работники зоны и специалисты районного отдела подназвучайных ситуациях. В минулом году в окол могилок провели сопротивожарные мероприемства, непосредственно на территории спиловали аварийные древы. Думаю, что со мной будут солидарны все, бывшие жители, односельчане и низкий поклон администрации зоны отчуждения Ветского района за заботу. Прозвище Вашенко у беседе, напевно, было самым распосюдженным. По великим рахункам, подчас «Радовницы» на могилках сострякаются не просто знакомые, какие зараз живут в разных городах Беларуси, але близкие и не вельми близкие родные. Шмат кто привозит детей и унуков, как памятали об своих протках. Это ж наше наследие, чтобы знали родственников своих, корни. Алексей Юзянков приехал, как поддач Данину по ваге своему батьку. Кажет, что той помер, когда хлопчику было всего пять годов. Здарвался это еще в 1955-м, але некоторые моменты память заховала до этого часу. Я его помню, он был трактористом, и на тракторе такой был трактор с зубцами, задние колеса были зубьями, с такими огромными. Вот мы с матерью пошли у поля, понесли ему обеды. Вот он меня прокатил на этом тракторе, вот это мне хорошо запомнилось. Сегодня только в Ветковском районе, в зоне отселения отчужения, находится 47 могилок, на яких постоянно потребуется парадок, плюс десятки похований у иснующих населенных пунктов. У гэты дни тут так само шмат людей. Инча справа, что за часом шмат чего забывается, особливо, когда после смерти человека отбылись и неколькие революции и сусветных войн. У ветцы, помники, которые сами стали светками истории, можно убачить и зараз. Час идти, и у шмат, кого спахованных на ветковских могилках, на вот и родных, напомню, уже не засталось. Вот гэты помник установлены у первой полови 19-го сагодя. Кали мерковать по надпису, тут похована Ксения Дребенцева, якая померла у лютым 1846 года. Тяжко сказать, ким яна была, але помник явно не танны. Шмат, кто наведал могилки и навел парадок еще подчас подрихтовки до Радовницы. Причем выключениями не стали братские могилки военных часов. У юстых Хальч знаходится похование маль тысячи россиян, якие загинули подчас вызволения населенного пункта в 43-м годе. У Червоную армию молодых людей прозвали адразу после вызволения Бранской области и усеяны, но за счеты застались и у Хальча. Але дякуючи у темляку и их подвигу, веткушина сёння не только живее, але и развивается. В этом году у райцентра проводится масштабная реконструкция, якая не просто надала городу новый выгляд. И он стал без переборчивания больше утульным для життя. Мясцовые же хары памятуют об своих протках, але живут сучасным и плануют будучи нюм. Очень красиво, обновленный город получился. Всё свежо, так как-то по весеннему. Удобно, очень много тротуаров красивых сделали для детей, кататься, гулять, как бы очень хорошо. Олег Синтеров, Максим Славин, телерадио компания «Гомель», Ветковский район. Тим часом у Гомель пройшов региональный финал конкурсу предпринимательских идей, организованный бизнес-школой, института приватизации и менеджмента. Всё летауим приняли удел 110 человек з усіх областных центров Беларуси. Яны представили 70 проектов. У нашим регионе отборочный тур поспехово пройшли 10 проектов. Гэта у приватности сервис, оптимальная доставка, разумный заплечник для велосипедистов, выраб оригинальных пончиков. На протягу трех месяцев конкурсанты пройшли дистанционное навучание на курсах по маркетингу, менеджменте, плановании и анализу рызок. Так само молодые предпринимательники пройшли майстер-классы розной накерованности по развитию навыков, необходных для ведения уластной справы. Проектам оказывают подтримку и представники буйного бизнесу. Важнее всего это сама инициатива и действия, которые предпринимает человек. То, что он не сидит, не ждет чего-то. Он встает, продвигает себя, показывает свою идею, услугу или товар, слушает обратную связь, как-то модифицирует продукты, хочет продавать его, получает деньги. То есть действие – это ключевый момент. Человек предпринимает действие, несмотря на какой-то успех-неуспех, он корректируется, идет дальше, встает, продолжает движение. Это самое главное. По выниках навычания, в финале конкурсу свои идеи и инновационные проекты представили 8 конкурсантов. Это самые разные бизнес-напрамки, начиная от социального предпринимательства до IT-распрацовок. Это социальный проект, который сделает расписание для общественного транспорта удобным для всех. То есть на всех остановках, чтобы висело расписание конкретно транспорта, который проезжает через эту остановку. То есть это будет время прибытия и полный маршрут следования. Проект самоокупаемый, поэтому никакие затраты со стороны города не предвидятся. Планирую разместить рекламный блок. Посмотрим, как получится. Подчас презентации проекта у финалисты отримали зварутную совесть от 18 членов журы, проставников бизнесу в области. У республиканский финал трапили проекты агентства интернет-маркетингу, программа «Разумный конспект» и вытворчасть гульнявых домиков. У мая яны поспаборничают за звание лепшого бизнес-проекта Украины. Больше, как 150 инвестиционных проектов будет представлено на 14-м Гомельском экономическом форуме, который пройдет 19 мая. Такую информацию поведомили в пресс-службе Аблывы Канкама. Проекты тычатся 15 галин народной господарки. Особливый интерес выкликают пропановы по выкрыстянию мясцовых ресурсов. А про то, бизнесменам представят информацию про объекты нерухомости, которые можно набыть под час работы форума. У тымлику за одну базовую величиню. Больше, как 4 тысячи пациентов из 23 краин света, что год проходят диагностику и лечения у Республиканским навыково-практичным центры радиоакцины медицины и экологии человека у Гомелли. Это позволяет доводить экспорт по слух до свыше 1 миллиона долларов и свечить объект достаточно высокой якости. А про то, каждый год у РНПЦ проходят лечения до 70 тысяч жихаров Беларуси. Сегодня центр оснащен сучасным профильным медицинским обсталяванием, что дозволяет реализовывать и другие планы. У приватности селета на базе центра плануется створить постоянно 9 курсы по повышению квалификации урачов первичного звена по профильных накерунках. Европейский день иммунизации пройдет до конца этого месяца. В 12 раз его поддерживает Гомельская область. В рамках проводимых мероприемств в регионе будет организована работа прямых телефонных линий с консультациями специалистов. У приватности с 26 по 28 красавика можно задать питание урачу-эпидемиологу по номере 75 74 77. 27 красавика на совезе будет аллерголог. Потелефоновать ему можно по номере 40 04 37. Прамые линии будут працавать с 10 до 12 годин. На Гомельщине пройшел областный конкурс театральных и лялечных коллективов «Театральное скрыжование». Конкурс проводится у Гомельской области на протягу 20-ти годов. Все лета до номинации «Драматичный и лялечный театры» додалась номинация «Эстрадный жанр». У дел приняли 40 коллективов школы установ до датковой адукации региона. Гэта як полностью детячие коллективы, так и со змешанным составом с уделом педагогов и батьков. Кожный коллектив демонстровал один спектакль. Члены журы, ах это майстры сцены, актеры театра и кино оценивали выбор репертуару и его отповедность у зроню и у взросту выканалцев, а так само режиссерское рашене аутерской идеи. А кроме того, увага надалася мастацкому оформлению постановок и выразности выкананья. Есть батлейка, растевые кухлы. Спектакль даже, что меня очень удивило, с марионетками хорошо сделан. Ребята девятого класса с педагогом по биологии занимаются кукольным театром и им это интересно, это они сами об этом говорят, то, наверное, это очень хорошо. Есть постановки чисто фольклорного характера, фольклора белорусского народного, так и современных пьес. Причем, как есть интерпретация классических пьес, так и, скажем так, каноническая постановка этих пьес. Темчасом у Гомельским областным драматичным театра отбылася премьера спектакля «Дзякуй, Марго». Это лиричная комедия по пьесе вядомого российского автора Валерия Мухарьямова. Режиссер-постановщик нового спектакля, выкладчик актерского майстерства и режиссуры Белорусской державной академии мастацтва у Андрея Гузии. Сюжет разгортывается у американским городе Атлантык-Сити, куда в разный час перебралися были грамадяне СССР. Эксцентричная и непрадказальная Марго, якая калисте повела сямьи дизайнера Лизы Мужа, нечеканно з'является у ее студии. Сюжет нагадывая аттракцион «Американские горки». Гэта ланцух непрадказальных падей с нечеканными комедийными поворотами, який оставит у всех героев спектакля в тупик. Минавито тому финал продбачать просто немагчима. У спектакля заняты усягу 4 артисты областного драмтеатра Светлана Яфимова, Анастасия Задорина, Сергей Лагутенко и Юрий Мартинович. На сцене яны расповедают глядачу историю про одиноких людей, які знаходяться у пошуку особистого счастья. Демонструють життя, де керуя каханни, але часам усе выращая выпадок. Это такая трогательная история через легкий жанр, комедия, лирическая комедия, жанр. Попытка все-таки рассказать о неких интересных судьбах, спокойно и смешно. И рассказать о том, что, в общем-то, как ты себя, собственно говоря, ведешь в этой жизни, то ты и получаешь. Хотя его величество случаев присутствует. Мне понравилась фраза такая к спектаклю, что приходящие к вам случайно дверью не ошибаются. Вот, наверное, про это хотим рассказать. У картинной галереи Гаурила Вашенки открылась выстава «Старадауния сребра» 18-го, 20-го ста годзеу. Экспозиция проставлена культурно-выставочным центром имя Цянишевых, який размещается у российским городе Смоленску. Она привезена у Гомель при патрымце Федерального агентства по справах Содружности Незалежных Держау. Вероника Ворошилина с подробязностями. Выстава «Старадауния сребра» 18-го, 20-го ста годзеу дозволяя наведвальникам окунуться в атмосферу аристократичной роскоши. Тут можно познайомиться с уникальными сребранными вырубами, які в свой час служили предметами побыту або упрогоживанием интерьеру. У картинной галереи Гаврила Вашенки представлены канделя, брысья рвизы, гадинники, протсигары и голодная зброя. Выставочная коллекция включает больше 200 экспонатов, выконанных с выкористанием разных ювелирных техник. На выставке представлено 217 уникальных экспонатов старинного серебра 18-го – начало 20-го века. Самый маленький экспонат весит 24 грамма, самый большой экспонат весит почти 4 килограмма. Ну а в общей массе вся экспозиция весит 400 килограмм старинного серебра. Основу экспозиции складает испанское серебро 18-го – 20-го ста годзеу. Так само тут можно убашить русские, французские, немецкие, венгерские и навод полдневоамериканские выробы. Продметы выконаны у стиллях ампир, модерн и есть и заправды редкие экспонаты. До прикладу стильный японский сервиз 1920-х годов. Выконаны сребра вельми высокой 998-й пробы, який заявлялся дипломатичным подарункам. У этом же списе и тибетский палаш «Холодная сброя» конца 18-го ста годзе. Экспозиция уникальных сребряных выробы представлена культурно-выставочным центром имя Тянишевых, який размещается в российском городе Смолинску. И она привезена у Гомель преподтримцы федерального агентства по справах садружности незалежных держав. Я считаю, что это очень познавательно. И детям это интересно, и специалистам, историкам, шкустоведам, наверное, будет интересно. Для этого, собственно, обмены существуют музейные для того, чтобы не все могут в Париж, в Лондон съездить завтра. А если появляется здесь выставка какая-то, кто-то приезжает, наверное, шаж какой-то устраивается. Это всегда полезно. Выстава у картинной галереи Гавриила Вашенки будет представлена на протягу трех месяцев. Организаторы проекта выполнены. Стародавние сребры, якое заховало память об минулых эпохах, никого не покиня бы Яковым. Вероника Варашлина, Яуген Макенко, Максим Славин, телерадояка Ампания «Гомель». Гомельчане могут поделиться городскими историями. Акция по сбору фольклору «Город-легенды» промеркована до 875 год областного центра. Цековые легенды об Гомеле можно дослать в музей истории города. Самые цековые из них будут опубликованы на сайте установы. А прачатаго с часом яны могут стать прадметами навуковых доследований. И нахэтым наш выпуск завершенный. У студии для вас працывала Наталья Игнатенко. Далее у эфиры «Спортывный агляд». З новинами спорту вас познайомить мой коллега Максим Савин.